ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На российских дорогах могут появиться объекты индивидуально-технического творчества или, попросту говоря, самодельные автомобили. С инициативой легализовать их выступил в частности Росстандарт, который готовит необходимую документацию. В ГИБДД отнеслись к этому скептическим. Как известно, кулибинных в нашей стране полно. Они, в общем-то, и сейчас могут попытаться поставить на учет собранные своими руками транспортные средства. Однако процедура эта крайне затруднительная. ТРАССА 101 Тойота запустила продажи моделей Королла и CHR со спортивным пакетом. Седан и кроссовер получили крышу черного цвета, новые декоративные элементы, спортивные сидения с усиленной боковой поддержкой. Моторы, правда, чересчур резвыми не являются. У Королла это 122-сильный бензиновый агрегат объемом 1,6. У CHR двухлитровый двигатель с отдачей 148 лошадиных сил. Минимальная стоимость машин, соответственно, почти 1 миллион 800 тысяч и 2 миллиона 150 тысяч рублей. ТРАССА 101 Горьковский автозавод начал выпуск среднетоннажного грузовика «Валдай-Некст». Машина примечательна тем, что кабину для нее позаимствовали у китайского «Фотона». О стоимости новинки пока не сообщается. Двигатель у нее будет дизельным, 130-сильным, объемом почти 3 литра. Трансмиссия шестиступенчатая механика. Полная масса достигает почти 7 тонн. Тормозная система пневматическая. На всех колесах установлены тормоза дискового типа. ТРАССА 101 А китайский Чинган сделал компактный электромобиль, который в переводе на рубли стоит около 350 тысяч. Модель под названием «Бен Бен Истар» очень походит на «Хёнде Гетц». Правда, для экономии базовую комплектацию лишили светодиодных фар, кондиционера, подушек безопасности, электрорегулировки зеркал и других опций. Зато запас хода не слишком маленький – 150 километров. Максимальная скорость – 100 километров в час. ТРАССА 101 Автомобили в недалеком будущем превратятся в своего рода смартфоны на колесах. По мнению зарубежных специалистов, платить надо будет не только за запчасти, но и за обновление старого и установку нового программного обеспечения. Более того, производители могут начать продавать авто вообще без опций или с заблокированными опциями. Соответственно, на их активацию придется раскошелиться. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101